Джо Байден выходит из президентской гонки. Он написал об этом в Твиттер, он написал в этом письмо, которое выложил в Твиттер. В принципе, это было предсказуемо и не только нам, но об этом немного позже. Пока мы знаем, что Джо Байден остается президентом до конца своего срока и он говорит, что он чувствует себя хорошо, но продолжать свое участие он не будет. В принципе, это понятно по нескольким факторам. Во-первых, ключевые спонсоры демократической партии заморозили большое количество средств. Ну, то есть, демократическая партия выделила бюджет порядка несколько сотен миллионов долларов на рекламу, в том числе и телерекламу, диджитал рекламу. Но практически половину этих средств они так и не получили, потому что они были заморожены на счетах ключевыми главными спонсорами до того момента, пока Байден не снимется с участия, не выйдет из гонки, так сказать. Они много кто, звезды, функционеры, бизнесмены просили Байдена уступить дорогу молодым, но мы посмотрим, насколько это действительно может быть. Насколько Камала Харрис, которая скорее всего займет место, освободившееся от демократической партии в предвыборных состязаниях, сможет одолеть Дональда Трампа, который, можно сказать, как паровоз на полном ходу, сейчас двигается вперед, и за ним идет вся республиканская партия практически единогласно. После покушения это, в принципе, будет сложно сделать, говорят многие политологи и политтехнологи, политические эксперты, неважно, но в целом это возможно. Может быть, как раз новая кровь, новое лицо и, может быть, молодое лицо, потому что Трампу тоже не намного меньше, на три года ему меньше, чем Байден. Ну, так вот, в общем, молодое лицо, может быть, сможет что-то сделать. Будет ли это Камала Харрис или какие-то другие люди, это мы еще посмотрим. New York Times пишет о том, что команда Трампа заблаговременно приготовила несколько видео и несколько компрометирующих, видимо, материалов, которые предназначены для как раз того времени, когда Джо Байден сойдет с дистанции и его флаг, да, его эстафету примет Камала Харрис или кто-то другой из демократической партии. Но я так понимаю, что больше материалов было, было, может быть, и есть у команды Трампа именно на вице-президента, именно на Камалу Харрис. Они вроде как собирались даже запустить в ход всю эту информацию, но после покушения отказались от этой идеи. Как будет сейчас, непонятно, но, скорее всего, команда Трампа вернется обратно к этой идее. Если у них уже есть что показать, то я думаю, это точно покажет. В общем, на нас ждет очень интересные ближайшие несколько недель и очень интересные следующие дебаты. В скорости теперь будут отличаться демократы от республиканцев, но в обратной пропорции. Кроме Камалы Харрис, вот эта вот команда по компромату от Дональда Трампа уделяет внимание еще губернатору Пенсильвании Джошу Шапира. Дело в том, что у него очень большая поддержка, очень большая поддержка среди демократов в том числе. И Пенсильвания это тот штат, который республиканцы очень хотели бы выиграть, которым они бы хотели получить преимущество. Видимо, на него тоже что-то есть. Вряд ли больше, чем на Трампа, но сыграть на этом точно смогут. Джо Байден не расписался в своей, ну, беспомощности или еще в чем-то. Он сказал просто, что оставляет дорогу для молодых и что он услышал, увидел и, видимо, понял все пожелания в свою сторону и понял, что самое время уйти. До этого в интервью американскому каналу он говорил о том, что единственной причиной, которая заставит его свернуть, сойти с дистанции, это если доктора придут и скажут, что у тебя есть вот такая и вот такая проблема, что, видимо, ты не можешь продолжать дальше бороться за пост президента или не сможешь потом быть президентом. И это единственная, якобы, причина, по которой Джо Байден может сойти с дистанции, по крайней мере, говорил он так, ну, еще на этой неделе. Видимо, что-то случилось. Но есть еще одна версия, еще один вариант. Вероятно, повторяется история начала 90-х, когда демократы в трудное время, можно сказать, слили президентские выборы и трудное время Джордж Бушу. Джордж Буш старший принял Белый дом в 89-м году, пробыл до 93-го года и, в общем-то, был в самое сложное время, можно сказать. Демократы тогда уверенно, ну, естественно, это не официальная информация, но об этом пишут политтехнологи, которые работали тогда с демократической партией, с республиканской партией и после, которые работали с демократами. Говорят, что просто сливали предвыборную кампанию и делали так, чтобы в сложное время республиканцы получили этот пост, облажались и потом получить опять рассчитывали место в Белом доме уже для президента от демократической партии. Но не забывайте также, что в бою еще остается Хилари Клинтон, которая уже имеет опыт борьбы с Трампом и, правда, неудачный, она ему проиграла, но все-таки имеет опыт борьбы с Трампом. И она еще, в принципе, может вернуться на дистанцию и может зайти туда. Но тут вопрос, кого выберут демократы, Камалу Харрис или Хилари Клинтон, я думаю, вопрос этот, ну, остается открытым. Может быть, это будет вообще кто-то третий, но вряд ли кто-то третий сможет получить, ну, начать предвыборную кампанию с той ступеньки, которая необходима для того, чтобы хотя бы догнать Дональда Трампа. Точно так же остается Нэнси Пелоси, которая даже, несмотря на свой возраст, сохраняет авторитет среди демократов, сохраняет некоторые позиции, свои ебаные. Она показала уже, когда летала на Тайвань, это было не так давно, и, в принципе, тоже могла бы взять под свое крыло демократическую партию, как минимум, может быть, даже выиграть у Трампа, но тоже возраст. О том, что практически все вне Соединенных Штатов Америки практически уже отдали победу Дональду Трампу, об этом говорит даже звонок президента Украины Дональду Трампу. Владимир Зеленский на днях буквально поговорил с 45-м президентом США, они договорились о встрече, они договорились прорабатывать вероятные пути к миру. Кстати, тут следует заметить, что если Трамп раньше говорил о том, что он может закончить войну за 48 часов, за 24 часа, то теперь он уже говорит о том, что мы будем искать пути к миру. А его помощники разрабатывают план, план параллельных ультиматумов Украине и России, что если одни не сядут за стол переговоров, другие не сядут за стол переговоров, то или Соединенные Штаты напичкают Украину оружием, если Россия откажется от переговоров, а если наоборот, то просто откажется от помощи. То есть даже такой план уже звучал. Джон Болтон, который был советником Трампа в Белом доме, говорит, что у Трампа в принципе нету никакого плана по окончанию войны. И, наверное, этого плана нету и у демократов. Ну, во всяком случае, о нем не говорили, просто перестать стрелять здесь не подействуют. И Трамп, скорее всего, это понимает. Во всяком случае, его советники это понимают. Давайте вспомним, каким образом Трамп разрешал военные конфликты, когда он был президентом. Это или, ну, в общем, это какие-то резкие решения. Это или уход, как из Афганистана он собирался спланировать, или попытка договориться, когда он пытался договориться с движением Талибан, и только его советники, я так понимаю, его остановили из-за сопротивления общественного мнения. Мол, ну, ты договариваешься с Талибаном, серьезно? Вопрос в Сирии, который решался толпой, томогавка, выпущенной по нескольким сирийским базам, в том числе и бомбардировка российских позиций в Сирии. В общем, Трамп пытался все решить быстро. Трамп очень хотел получить Нобелевскую премию мира, когда пытался помирить две Кореи. И даже, вроде как, собирался это сделать. Но что-то в последний момент сорвалось, и вот теперь он говорит, что если у Америки будет умный президент, то США будет дружить с Китаем, Россией и КНДР. Во всяком случае, они не будут врагами. Эта риторика, в принципе, может его и погубить, если демократическая партия грамотно выстроит линию. Но Дональд Трамп остается все-таки именем. А сейчас, за несколько месяцев до выборов, Джо Байден сходит с дистанции. В принципе, ради демократической партии он мог сделать это и раньше. Но сделал это все-таки перед съездом, на котором официально должны были его выдвинуть. Буквально сегодня с утра демократическая партия отчиталась о том, что съезд будет, но съезд будет позже, чем обычно. Видимо, все-таки уговаривали Джо Байдена уйти. И вот, собственно, уговорили. Что кроется за уходом Джо Байдена с предвыборной гонки на самом деле, я думаю, мы скоро с вами поймем. Во всяком случае, варианты мы с вами разобрали. То есть, или демократы сливают предвыборную кампанию, или действительно есть проблемы и пытаются внести новую какую-то кровь, разнообразие, внести новую фигуру, вывести в лидеры и, может быть, получить президента сразу на два следующих срока, почему бы и нет. В общем, будем следить за ситуацией вместе с вами. Держитесь, ставьте лайки, держитесь за кресло, дорога только начинается. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го. И, конечно, не нервничайте, это все происходит за океаном, это влияет на нас, но влияет не так уж и сильно. Берегите себя.